Я Елена Белоградова и я всех приветствую в студии программы «Здоровая тема». Здесь мы не выставляем диагноз, а разбираемся в тонкостях болезни с ее симптомами. Чем и как лечить? Улыбайтесь, улыбайтесь, я вас прошу. Общение с человеком, который искренне и красиво улыбается, улыбается во весь рот и всегда подкупает, не правда ли? Улыбка позволяет нам быть настоящим, наслаждаться жизнью здесь и сейчас, а красивая и здоровая улыбка прежде всего секрет уверенности в себе. Так почему же многие люди стесняются улыбаться? Какие причины побуждают скрывать свою улыбку? У меня кривые зубы, скажет один другой, у меня желтые зубы. А кто-то, опустив глаза и прикрыв рот рукой, скажет, у меня щель между зубами или и вовсе у меня нет зуба, потому что это дорого. Проблемы, как видим, разные, эстетические или медицинские, но все поправимые. Главное собраться с духом и первое, с чего начать, обратиться к стоматологу. Элементарно пройти осмотр и тогда уже доктор расскажет все о состоянии ваших зубов, как ухаживать за полостью рта, чтобы широко улыбаться и что делать, если действительно есть дефект. На некоторые вопросы мы прямо сейчас постараемся найти ответ в нашей студии. Сегодня у меня в гостях Болжан Сериковна Сыздык, врач-терапевт семейной клиники «Алидент». Болжан Сериковна, здравствуйте. Здравствуйте, Елена Александровна. Болжан Сериковна, ну давайте сегодня мы поговорим о зубах, о красивой улыбке. Ну и что уж там скрывать, со стоматологами мы имеем дело, наверное, с раннего детства и мало у кого эта профессия вызывает положительные чувства и эмоции. Но в вашей клинике, где вы принимаете пациентов, в семейной стоматологии «Алидент» нет места никаким страхам. В этом я увидела сама лично, побывав у вас на приеме. Давайте посмотрим материал о вашей клинике, как работают ваши врачи. Стоматологов боятся, с красивой улыбкой не ходить, а улыбка – это главное оружие любой женщины. Сегодня я иду к стоматологу, к доктору Алишеру. Ну, Алишер, добрый день. Добрый день, Елена. Ну что, смотрим? Осмотр проводим? Безусловно, присаживайтесь, пожалуйста. Давайте посмотрим. Стоматология «Алидент» – семейная клиника. Ее главная миссия – здоровье всей семье. Здесь работают только квалифицированные врачи. Сюда приходят и доверяют лечению зубов целыми поколениями. У нас обслуживаются от малышей грудного возраста. Мы подрезаем уздечки, заканчивая их бабушками и дедушками, которыми мы устанавливаем имплантанты, делаем для них протезы, чтобы они могли комфортно жевать, комфортно улыбаться и чувствовать себя полноценными в этой жизни. В этом году семейная стоматология «Алидент» отмечает свое 15-летие. В 2008-м прием ввели всего в трех кабинетах. Сегодня это многофункциональная клиника, оснащенная современным европейским оборудованием, новейшими медицинскими препаратами и диагностической аппаратурой. Трудятся здесь настоящие профессионалы. В «Алиденте» предлагают большой спектр услуг от терапии и детской стоматологии до ортопедии и имплантологии. Люди нам доверяют, потому что приоритет наш быть честными с людьми, говорить действительность, как оно есть, говорить правду и максимально помочь людям от чистого сердца. Потому что быть врачом – это прежде всего призвание. В «Алиденте» нет места страхам. Переступив пару клиники, вы попадете в по-семейному уютную атмосферу. Записаться на прием можно в любое удобное время. Врачи работают 7 дней в неделю. Кроме Павлодара, филиал стоматологии «Алидент» есть и в Астане. Итак, Болжанна Сериковна, сегодня наша тема профилактика и эстетическая стоматология. Как часто нужно обращаться к стоматологам? Когда зуб уже разболелся и уже прямо не в моготу, или все-таки не затягивать? Нет, конечно. Лучше не затягивать, не ждать никаких болей, никаких каких-то эстетических дефектов. Лучше к стоматологу обращаться вовремя. То есть на каждый возраст есть свое время. Если это молочный прикус, то есть у деток только-только вылезли зубы, то к стоматологу обращаются, когда появился первый зуб. Это у младенца 6 месяцев. В дальнейшем стоматолог сам определяет, в зависимости от того, что есть проблемы или нет. Если проблем никаких нет, то профилактический осмотр каждые полгода. Так же и во взрослом возрасте. То есть еще раз, давайте сакцентрируем момент, что все-таки раз в полгода, даже в целях профилактики, нужно прийти и на осмотр. Конечно, это обязательно. А если уже стоматолог посмотрел, и есть какие-то проблемы, и их решили, то стоматолог сам определяет следующий визит. То есть он говорит, проговаривает. В вашем случае через 3 месяца, во время смены, или через 3 месяца, через 4 месяца, во время такой-то проблемы, вы приходите ко мне, и мы ее решаем. Необходимо показаться. То есть чтобы не запускать действительно до того момента, когда уже все болит и уже боль нетерпящая. Но вот, кстати, о боли. Боложанна Сериковна, вы врач-терапевт, это и ваше наблюдение, все-таки кто больше боится боли, мужчины или женщины? Ой, это очень интересный вопрос. Но по моим личным наблюдениям, боли боятся больше мужчины. Да. Элементарной стоматологической боли. То есть они приходят, когда уже совсем болит, запускают, не приходят профилактически. То есть для них это очень страшная такая процедура. И в принципе во время лечения порог терпимости боли у мужчин гораздо ниже. Профилактика полости рта для взрослых и детей. Ну элементарно все мы знаем с самого раннего детства. Это чистка зубов. А что еще? Сейчас очень много всевозможных помощников. Вот давайте немножечко с этого начнем. Что еще? Ну давайте начнем с того, что профилактика включает в себя хорошее питание, хорошая гигиена полости рта. И ежегодные двухразовые осмотры у стоматолога. И сама чистка полости рта сейчас, она имеет основные два направления. Основное и вспомогательное. То есть основное, если у нас идет зубная паста и щетка, мы чистим основной метод гигиены полости рта. Но есть и вспомогательные помощники, такие как зубные нити, зубные ершики. И сейчас у нас в стоматологии такое новое направление, это аппарат-ирригатор. Он очень хорошо помогает поддерживать здоровье полости рта и десен. То есть я могу... То есть сейчас уже все, как по старинке, ничего не обходится зубная паста и зубная щетка, чтобы действительно выглядеть красивым, быть с красивой улыбкой, с ослепительной улыбкой, все-таки необходимы дополнительные средства. Если я не ошибаюсь, ирригатор это, наверное, вот как раз таки и есть вот этот аппарат. Давайте сразу тогда, как им пользоваться, для чего все-таки он, вы уже сказали, что это у вас сейчас очень хороший помощник. Рассказывайте. Так, это ирригатор, он у нас портативный. То есть существуют еще ирригаторы большие, которые стоят в вашей ванной комнате. Этот аппарат, он у вас остается дома. То есть это не стоматологический аппарат, он остается у вас индивидуально дома. То есть сейчас можно окаживать? Да, конечно, вы можете его приобрести. Если у вас, у ребенка, у вас во взрослом прикусе есть скучность зубов, что-то еще, то есть вот этот аппарат вам заменяет такие вещи, как зубная нить, зубной ершик, хорошо массирует десна, и, соответственно, это идет профилактика парадонтоза. То есть целый комплекс у него таких преимуществ. То есть он работает довольно легко. У него есть специальные насадки, то есть их несколько, специально для брекетов, стандартная насадка для чистки зубов, для чистки языка, для полоскания горла. То есть тут есть несколько насадок. Вы его включаете, здесь включается аппарат, и выходит вода. То, что вы вот сюда набираете воду, включаете аппарат, и в полость рта проводите по всем вот этим вот частям, и тем самым выбиваете остатки пищи со всех сторон. То есть сейчас это уже можно делать дома, имея вот такой замечательный препарат-ирригатор. Правильно? Да, я еще заметила такую вещь. Пациенты, которые в будущем купили ирригаторы, они теперь ко мне ходят реже, реже, даже на профессиональную чистку полости рта, они ходят гораздо реже. Кроме ирригатора, мы еще раз говорим, что зубная щетка от нее никогда не избавится, она была есть и будет, зубная нить, порошок, паста. Ну вот давайте вернемся к всем знакомым порошкам и пастам. Все-таки предпочтение, чему мы лучше отдаем? Чем пользоваться, пастой или порошком? На ежедневной основе пациентам лучше пользоваться гелевой пастой. Гелевой? Да, гелевой пастой, которая содержит меньше абразивных веществ и больше чистится своим химическим составом, то есть избавляется от налета и бактерий химическим составом. Если же порошок у нас более абразивный, то есть он механическую чистку совершает. Рекомендация стоматолога, паста желательно гелевая, с фтором или все-таки переизбыток фтора тоже плохо? Без фтора, то есть мы покупаем пасты без фтора, потому что у нас в воде этот недостаток фтора компенсируется водой, в нашем регионе ее достаточно, и переизбыток фтора, возможно, потом в дальнейшем приведет к таким заболеваниям, как флюороз. Давайте все-таки покажем и расскажем, как правильно чистить зубы. Все-таки многие, кто вот так чистит, кто вот так чистит, кто слева направо. Есть все-таки какой-то алгоритм действий, как правильно чистить зубы? Конечно, алгоритм есть. Правило чистки зубов начинается от количества. То есть мы чистим зубы утром и обязательно вечером. А вечером мы чистим зубы после приема пищи. Утром человек сам выбирает для себя, когда хочет почистить зубы. Кому-то удобнее утром, после еды, кому-то до еды. Но мы должны помнить одно правило, что между промежутком чистки еды, то есть чистки зубов и приемом пищи обязательно должно пройти полчаса, 30 минут. То есть потому что кислотный баланс во рту должен восстанавливаться, и мы не можем чистить сразу зубы. И деткам тоже должны мы вот это объяснить. Здорово, заостряем внимание. То есть если вы встали утром, ну личная гигиена, с утром все мы знаем, мы идем в ванную комнату, умываемся. И теперь тут вопрос. Если вы собираетесь почистить зубы до завтрака, то это надо сделать обязательно, почистив зубы и полчаса подождать, правильно? Если вы это сделали после завтрака, то тоже только после того, что полчаса прошло после вашего завтрака. Тоже один из, кстати, немаловажных факторов, ведь многие почистили зубы и бегут уже за чашечкой кофе, правильно? Да, к сожалению, деткам это объяснять, проговаривать нужно обязательно, чтобы здоровые привычки формируются в раннем возрасте. И самая первая привычка гигиены полости рта – это чистка зубов. Мамы, папы, смотрите внимательно. Можно посадить возле экранов своих деток и смотрим, наблюдаем. Нам сегодня специалист все расскажет и покажет. Деткам обязательно проговариваем. В первую очередь, когда вы подходите к своей раковине, то есть вы сначала, в первую очередь, промываете хорошо зубную щетку. Обязательно. Обязательно. Потом сразу не нужно туда класть гелевую зубную пасту и начинать чистить. Ребенок, взрослый, должен прополоскать полость рта. После этого чистой щеткой, без пасты, мокрой, проходите по всем зубам, выметающими движениями. Обязательно. Прошлись, прошлись по языку. Все это хорошенько сполоснули, выплюнули. И после этого обратно помыли хорошенько щетку. И только после этого уже наносите зубную пасту. Зубной пасты не должно быть, как в рекламе, такой большой. То есть это маленькая горошинка. Как правило, да, сейчас маленькая горошинка. Накладываете и начинаете пенить. Пенем, как говорят, от красного к белому. То есть вот так вот начинается у нас чистка полости рта на всех зубах. То есть каждый зуб отдельно, обязательно. Не нужно делать вот такие движения, все сразу. Нет. Вот так вот на каждый зуб уделяем. Потому что у зуба 5 чистящих поверхностей, которые должны очищаться. Соответственно, каждую поверхность мы должны очищать тщательно. С небной стороны, то есть вот это вот выметающее движение, чтобы все зубы обязательно были чисты. Ну и здесь идет абсолютная гигиена рта. Тут не только Болжан Сириконов показывает, что зубы. Обязательно обратите внимание. Десны, небо, язык. Правильно? Все это должно прочищаться. После этого вы обратно полоскаете зубную щетку. Полоскаете полость рта и уже третий раз просто легкими движениями, полирующими, а обратно проходите по всем зубам. Наверное, минуты 3-5 надо постоять тщательно. Да, оно так и занимает. Вы сами не заметите. Если, например, только-только учатся зубы чистить, если это маленький ребенок, то можно купить специальный таймер, наверное. Таймеры, да. Сейчас существуют такие таймеры. Можно поставить на одну челюсть. То есть вот такого количества времени не хватает. Но если вы уже научились чистить зубы, то, в принципе, вы сами можете заметить, что у вас где-то 3-5 минут это все занимает. То есть если вы хотите тщательно все почистить зубы, то у вас такое время занимает. Это здоровая тема. Сегодня мы говорим о красивой улыбке и здоровых зубах. Боложанна Серикова, молочные зубы. О молочных зубах можно говорить много. По молочным зубам существует, опять же, много мифов. Лечить, не лечить, удалять, не удалять. Все равно выпадут и вырастут новые. Вот хочу об этом у вас спросить. К сожалению, да, многие сейчас родители сами не знают, что делать, как быть. Ребенок маленький, лечению может где-то не усидчиво и что-то не могут правильно почистить зубы, не могут привить эту привычку. И, соответственно, когда видят, что уже все, зубы портятся, они говорят, ай, да ладно. Все равно выпадет. Постоянные зубы вылезут. Ничего страшного. Но, к сожалению, это не так. Так, у нас есть 20 молочных зубов, и мы должны ухаживать за ними с рождения. То есть, как только ребенок родился, мы в первую очередь показываем уздечку подъязычную, чтобы было хорошее питание у ребенка, хорошо набирал вес. Мы показываем это или терапевту, педиатру, или же челюстно-лицевому хирургу. То есть, это вот самый первый профилактический осмотр у стоматолога. При рождении до 40 дней мы должны это сделать. Это вот самый первый осмотр. Потом, в дальнейшем, нужно необходимо чистить каждый новый зуб. То есть, вылез зуб, обязательно чистим. Специальные есть напалечники чистить. Не получается напалечником, ватным диском, смоченный в кипяченой... В воде. В прохладной воде, да, то есть в кипятке. Все хорошенько вот это смачиваем, делаем. Если появляются первые кариозные процессы, обязательно обращаемся к стоматологу. И стараемся это все вылечить. Потому что в дальнейшем это может повлиять на питание, на состояние ЖКТ, на состояние прикуса, на формирование лицевого отдела. То есть, это все очень-очень сильно взаимосвязано. И, соответственно, удалять молочные зубы в раннем возрасте нельзя. Ну, или если это произошло, то нужно обратиться обязательно к ортодонту, чтобы он это все мог исправить в раннем молочном прикусе. Если все-таки молочные зубы удалили, чем это грозит в дальнейшем? Если, например, представить, что это молочный прикус, то есть здесь есть 5 зубов. С одной стороны, вот в одном сегменте есть 5 зубов. И в 6 лет должен вылезти вот этот постоянный зуб. Коренной, да? Да, коренной. По старинке говорим коренной зуб. Да, как все называют. В 6 лет выходит коренной зуб. И вот, если произошло удаление вот этих вот жевательных зубов, то, возможно, вот этот коренной зуб, он станет на вот это место. Неправильно начнет расти, да? Да. И, соответственно, когда уже 8, 9, 10 лет здесь должны вылезти свои коренные зубы на свое место, здесь, соответственно, не будет места. И они могут вылезти неправильно, могут вообще не вылезти. То есть они есть, но им нет места, и они могут лечь вот так вот. То есть так же и в верхней челюсти. И это может привести к уменьшению размеров челюсти. А челюсть у нас должна расти по возрасту. Более того, говорят, когда у человека крупные зубы, это очень хорошо, это правда? Это зависит от челюсти. Если, например, у человека выражены хорошие черты лица, большая челюсть, костная, мускулатура и скелет развит по такому типу, тогда, конечно, должны быть большие зубы. Но если, например, у ребенка мелкая челюсть во взрослой жизни, если у него такие вот наченные черты лица, то и зубы мелкие. И тем не менее, у меня такой вопрос. Все-таки говорим о молочных зубах, о формировании нашего прикуса, о зубах крупных и мелких. Ну, не знаю, миф это или правда. Мне один раз врач сказал, что не надо бояться детям давать продукты, которые надо грызть зубами, кусать, те же яблоки, та же корочка. Миф это или правда? Нет, это, к сожалению, правда. У нас многие родители сейчас вводят прикорм, начиная с пюре, и почему-то не переходят на твердую пищу. Твердая пища очень благоприятно помогает формированию правильной зубочерестной системы. То есть, если у вас ребенок, у него появился пищевой интерес, вы должны ему давать яблочки, грушу что-то, где-то корочку погрызть. Просто за этим хорошо следить и все. То есть, только из пирешек, кашек, каких-то смузи еда не может состоять. Это в дальнейшем приведет к тому, что нижняя челюсть будет плохо развиваться. Соответственно, будет плохо развиваться верхняя часть черепной системы. Это может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Это может привести к снижению иммунитета. То есть, например, по утрам давать ребенку хлебушек с маслом, это очень хорошо формирует местную иммунную систему. Пережевывая пищу, формируется, выделяется много слюны, а вместе с ним полезные такие иммунные системы. Все это запускается, все это выделяется. И, соответственно, ребенок меньше подвергается каким-то вирусным заболеваниям, каким-то бактериям. То есть, вот это все, особенно перед садиком, если вы готовите ребенка, обязательно это должно вести в привычку. А масло, оно все, даже если вот вирус попал, то есть, здесь все промазано, оно все уходит в ЖКТ, переваривается и не прикрепляется к стенкам. То есть, еще, ой, вы так вкусно про хлебушек с маслом сказали, что прям хлебушек с маслом захотелось. Плюс это еще и полезно и для зубов, и для иммунитета. И, опять же, все это еще обволакивает нашу эмаль зубную, где-то все счищает, где-то все только помогает, только плюс. То есть, это здоровая тема. Да, обязательно нужно давать твердую пищу. Твердую пищу, мамочки, даем обязательно. Не бойтесь, просто следите внимательно, когда ваш ребенок грызет тоже яблоко, тоже корочку или что-то еще из твердых продуктов. Просто следите внимательно. То есть, разобрались. Твердая пища, это действительно нужно давать. Еще такой вопрос. Брекеты. Сейчас они и модны, и в тренде, и популярны. Какие брекетов множество сейчас тоже? Брекеты ставятся обязательно по показаниям. Это все решается на консультации у ортодонта. То есть, вы со снимочком приходите к ортодонту, он вам подбирает брекет-систему. Соответственно, от этого и вы отталкиваетесь. Вам подбирают брекет-систему индивидуально для вас. Подбирается, вы санируетесь. То есть, полость рта вся должна быть пролечена. После этого вам ставят брекет-систему. Вот у нас сегодня вы тоже что-то принесли. Да, это брекет-система. Это красивые, прям такие девчачьи, можно сказать, брекеты. С камешками, со стразиками. То есть, сейчас тоже, наверное, множество видов брекетов. Да, здесь показано... Извините, перемена. Нет, нет, нет. Это я тут разговаривала, что даже, чтобы девочки не просто ходили с железными пластиночками во рту, но еще и были красивые тут с камешками, да? Здесь показаны, да, металлические брекеты, бывают сапфировые брекеты, то есть, их вообще не видно в полости рта. То есть, если кто-то там работает в каких-то... То есть, не только же дети ставят брекеты. Брекеты можно поставить и во взрослой жизни. Если, например, было раннее удаление зуба, и там все зубы уже поехали, то есть, закрыли вот эту полость. А вы хотите туда установить что-то, чтобы жевать, например, и все это красиво выровнять, тоже во взрослой жизни тоже можно поставить. То есть, вот это вот используют... Да, и сапфировые брекеты, они для тех, кто вот, например, меди, всегда видно, улыбаются и переживают, что это будет видно в камере, какие-то там занимаются личным блоком, что-то такое... Менее заметные, да? Менее заметные, да. Есть подростки, очень любят такое, разные виды резинок, все можно подобрать индивидуально, это при каждой коррекции можно менять. То есть, приходишь то с розовыми брекетами, то с синими, то с желтыми, то с белыми, все это подбирается, то есть, это можно сделать спокойно. Но брекеты, они очень помогают именно решить проблему с неправильным обвалом лица, с прикусом. Где-то, если подкорректировать, нужно, например, импланты поставить, что-то место додвинуть, вот такие вот проблемы. То есть, тоже подготовить, даже если поставить имплант, то есть, надо, извините, челюсть свою подготовить. Не только вылечить все зубки, полострада санировать, но и подготовить честь. И все-таки, ну вот, вы работаете в семейной клинике, в семейной стоматологии, все-таки с какого возраста уже можно ставить, когда рекомендуют? Если, например, ортодонт при консультации выявил, что в молочном прикусе есть проблемы, и их можно решить здесь и сейчас без брекетов, то для этого существуют специальные лечебные капы. То есть, изготавливаются капы. Брекет-система ставится на постоянные зубы, то есть, все молочные должны смениться, и обязательно должны выйти семерочки. То есть, вот у нас... Чтобы было за что, наверное, цеплять. Да. Должна выйти семерочка для того, чтобы челюсть хорошо развивалась. В дальнейшем, если будут двигать эти зубы, чтобы семерочка уже на месте стояла. То есть, брекет крепится на шестерочке, вот это все делается. Ну, то есть, соответственно, это где-то возраст 13-14 лет. Ну, то есть, как раз таки подростки. Да. У всех индивидуально, конечно. У кого-то раньше выходит, у кого-то позже. Но по снимку, по осмотру полости рта ортодонт определяет возраст сам. Когда вы приходите на установку брекетов, вам ортодонт дает специальный такой набор. Не зря вот это все лежало в пакетике. Сейчас нам расскажут, что входит в этот пакетик. Этот набор специальный для тех, у кого стоят брекеты. Это стоматологический набор. Здесь есть стоматологическое зеркало. То есть, пациент дома может сам посмотреть себе все в полости рта. Дорожная обязательно щеточка, потому что с брекетами нужно вычищать зубы после каждого приема пищи. Если это подросток в школу пошел, что-то еще, где-то погулял, покушал, обязательно должна быть щеточка. Есть между брекетами вычищать. То есть, это очень тяжело. Если у вас нету ирригатора, вы можете воспользоваться вот такими зубными ешиками. То есть, это очень легко делается, без проблем. Вот так вот между зубами, между брекетами зуб можно почистить. И где-то, если застряла еда, это все вытащит. Соответственно, обычная щетка, которую вы используете дома, специальная идет. И тут идет еще в наборе специальный воск. То есть, брекеты в первые дни, когда вы их только-только одеваете, непривычно, еще слизистая, неподготовленная, где-то что-то может быть... Какие-то неприятные ощущения болевые, наверное. Да, может быть, да, болевые неприятные ощущения. И он может натирать. Соответственно, чтобы брекет не натирал, есть специальный стоматологический воск. Вы его расплавляете, размягчаете, и вот так вот на брекет закладываете. И тогда он перестает тереть. И зубная нить обязательно. Ну, то есть, это все вот входит в стандартный... Полный комплект для ухода за не только брекетами, но, опять же, полостью рта, для гигиены рта. Ну, все мы, еще раз говорю, хотим красиво улыбаться. Все хотят ослепительно иметь белоснежную улыбку. Болжанна Сериковна, все-таки какие есть виды отбеливания? Что сейчас рекомендуете, чтобы, ну, не только снять, разумеется, зубной камень на лед, но и отбеливание? Тоже одна из таких процедур, которые, наверное, люди частенько делают. Да, те люди, у которых все хорошо со здоровьем, обычно мы хотим всегда лучше и лучше. Сначала пролечили кариесы, потом почистили камни, что-то еще. А теперь хотим белоснежную голезудскую улыбку. И, соответственно, существуют такие процедуры, как, например, виниры. Существует такая процедура, как отбеливание. Отбеливание тоже бывает разного вида. Но нужно проговаривать сейчас, особенно в стандартах стоматологических, нужно обязательно проговаривать, что к отбеливанию нужно тщательно готовиться. Пролечить все зубы. Провести фторирование. То есть обязательно есть такая процедура, которая укрепляет эмаль, улучшает его качество. Должно произойти сначала фторирование. Потом, если пациент уже сам выбирает, это фотоотбеливание менее такое инвазивное, это же химическое отбеливание. Но мы должны понимать, что после отбеливания появляется чувствительность эмали. На холодное, на горячее, на сладкое. Для этого и нужно фторирование. Существуют такие пациенты, которые хотят здесь и сейчас, но сейчас все не получится. Такие зубки, которым, например, не получится сделать отбеливание. Например, если... Показаны, получается. Или же где-то что-то вовремя не вылечили, удалили нерв, и этот зуб неживой. Что-то еще. В таких ситуациях поможет венеры. Белоснежную голливудскую улыбку сделать можно любому человеку. Нужно просто выбрать метод какой. Цвет зубов подбирается. Все это можно сделать очень красиво. Но мы закроем все свои дефекты, и у нас будет ослепительно-белая улыбка. Правильно? Голливуд. Да. Голливуд. Голливуд отдыхает. Мы можем сделать это здесь и в Павлодаре. Павлажана Селькова, но вы затронули еще тему имплантов. Я знаю, что сейчас в вашей клинике те, кто все-таки задумывается об имплантах, а вы их практикуете и ставите, насколько я знаю, очень успешно, есть акции. Правильно? Можно успеть поставить имплант со скидкой, но именно на какую-то конкретно фирму. Да, это акции, вот именно Дио имплант. На них сейчас идет очень хорошая вкусная цена. То есть можно поставить их по скидке, пройти на консультацию, посмотреть, сделать снимочки, проконсультироваться с имплантологом и поставить себе хорошие шикарные импланты по цене ниже, чем рыночные сейчас. Мы находимся в семейной стоматологии Алидент. Сейчас можно, как сказала Болжанна Сериковна, и я подтверждаю, по очень вкусной цене. Обратите внимание, скидка на имплант. Не путайте. Все-таки работа врача, работа материалы, работа доктора входит по той же цене, но имплант можно с хорошей скидкой себе получить и поставить. Болжанна Сериковна, ну немножечко уже нам, в принципе, все понятно, все доступно рассказано и показано, начиная от чистки и ухода за полостью рта до таких специальных помощников, как ирригатор и зубные нити, щеточки, ершики. Но все-таки мы, наверное, с самого детства знаем и детям своим объясняем, что много сладкого есть нельзя, что сладости – это самый вредный продукт для зубов, и это нездоровая тема. Мы рекомендуем минимизировать сладости. Что вы, как доктор, посоветуете? От каких, может быть, продуктов, но не отказаться, а каких продуктов тоже ограничить в своем питании, чтобы иметь здоровые зубы и красивую белоснежную улыбку? Ну, это, наверное, в первую очередь углеводы, но углеводы бывают разные. Бывают легко растворимые углеводы, которые очень хорошо усваиваются, очень быстро усваиваются, они увеличивают инсулиновую резистентность, и, соответственно, вот эти углеводы, от них нужно отказаться, то есть минимизировать это не только сладости. Многие родители приходят и говорят, вот мы сладкое вообще не едим. Но это могут быть какие-то соки, это могут быть хлебобулочные изделия, то есть вот это все, это все легко усвояемые углеводы, то есть мы должны понимать, что, например, если это макароны, пусть это будут твердых сортов пшеницы. Опять же твердых говорим. Да, если, например, это хлебушек, пусть это будет не белый такой хлеб, который там такой белый и пушистый, пусть это будет какой-то зерновой хлеб, бездрожжевой, что-то еще. То есть не только сладкое может испортить. Сладкое просто входит в эту большую группу легко усвояемых углеводов. Соответственно, мы должны именизировать. Бывают, некоторые родители приходят, говорят, как я ребенку своему сладости не дам? Как, если он просит? Да, конечно, если он просит. Если вы, например, своему ребенку не даете, но он на каникулы поехал к бабушке и дедушке, и там все вот так вот на подносе ему приносят, все единственный там внучок, что-то еще, конечно, не получится ребенку не давать. И если мы, например, выбираем между леденцами и шоколадом, пусть это будет шоколад. Лучше шоколад, все-таки лучше шоколад. Леденцы, хоть мы и говорим, что нужна твердая пища, но леденцы мы исключаем, мы их не грызем. Болжанна Сергеевна, все понятно. Ну и теперь, наверное, все-таки хочется закончить самым главным советом от врача, терапевта, стоматолога. Что вы посоветуете нашим зрителям, чтобы наша улыбка была ослепительной, красивой, а зубы здоровыми? В первую очередь хочу посоветовать, чтобы вы пришли к нам на консультацию, обязательно на осмотр. Пусть это будет обязательно два раза в год. У вас будут осмотры у стоматолога, у своего. Найдите себе хорошего стоматолога. Научитесь хорошо чистить зубы сами, научите своих детей. Пусть это будет хорошее питание. Есть у нас такие продукты, которые хорошо помогают зубочелюстной системе развиваться и самоочищаться. Это как кислые яблоки, морковь, что-то такое. То есть, если у вас ребенок плохо чистит зубы, вы можете эти продукты заменять, давать побольше, добавлять в рацион, и тем самым вы убережете его от таких больших последствий. И от заболеваний всяких кариесов, и т.д., и т.п. Не только кариесов. К сожалению, у нас здоровье всего организма начинается с полости рта. То есть, если у нас есть кариес, то это ОРВИ, это ангины, это бронхиты у детей может быть, это во взрослой жизни могут быть проблемы с ЖКТ. То есть, вот этого, чтобы всего не было, нужно начинать обязательно с полости рта. В общем, полость рта, дорогие наши зрители, должна быть санирована. Правильно, Большой Цикл? Верно. Огромное вам спасибо. А наша программа не заканчивается. Мы продолжим разговор о здоровых зубах и красивой улыбке. Народные советы и рецепты, что рекомендуют травники и наши бабушки. Это «Здоровая тема», и мы продолжаем. Первые упоминания о чистке зубов нашли в документах Древнего Рима, Греции, Египта и Китая. Вместо зубной пасты наши предки использовали природные материалы. Например, залу, порошок из костей животных и эфирные масла. А вместо зубной щетки были деревянные палочки, расщипленные в кисточку. С тех пор цивилизация ушла далеко вперед. Сегодня большой выбор средств для ухода за полостью рта. Но некоторые по старинке или в целях экономии пользуются народными рецептами. Зубной порошок нельзя назвать полностью безопасным. Его структура крупнозернистая. И при длительном использовании порошок может повредить зубную эмаль. И это приведет к развитию кариеса. И это нездоровая тема. Как, например, отбелить зубы в домашних условиях? Рецептов в интернете множество. Советуют использовать пищевую соду, активированный уголь, перекись водорода и даже лимонную кислоту. Большого эффекта не получится. А вот зубную эмаль вы точно испортите. То же самое будет, если самостоятельно захотите избавиться от зубного камня с помощью соли. Или измельченные скорлупы грецких орехов. Кроме эмали пострадают еще десна. Эти народные средства – нездоровая тема. А теперь несколько полезных рецептов для здоровых зубов. Истинно народным средством при зубной боли считают чеснок. Его нужно разрезать пополам и дольку чеснока приложить на запястье, на то место, где у нас пульс. Но обязательно с противоположной стороны больному зубу. То есть, если у меня болит с правой стороны зуб, то я должна разрезанную дольку чеснока приложить обязательно на левую руку, там, где пульсирует у нас пульс. И можно по возможности, если надо, закрепить это все повязкой. Средство народное, проверенное, боль утихает. Еще одно истинно народное и популярное средство – сало. Сало подойдет свежее или соленое. Но если соленое, его прежде необходимо обязательно очистить от соли. Так вот, наши бабушки рекомендовали приложить кусочек сала между десной и щекой. Там, где болит зуб на 15 минут. В народной медицине также используют шалфей, кору дуба, корень аира, ромашку, анис, розмарин. Эти травы заваривают и полоскают при кровоточивости или воспалении десен. Еще хорошо помогают и при этом абсолютно безопасны эфирные масла – мяты, эвкалипта, апельсина, лимона, чайного дерева и настойка прополиса. Их добавляют по 2-3 капли в стакан теплой воды для полоскания. И это здоровая тема, но все рецепты в качестве профилактики. Не занимайтесь самолечением и не откладывайте визит к врачу. Прислушайтесь к нашим рекомендациям, придерживайтесь простых правил, и тогда вы просто забудете про стеснение и какие-то неудобства. Будете чаще и красиво улыбаться. И тогда, как в известной детской песенке, от улыбки встанет всем светлей. А я, Елена Белоградова, желаю вам крепкого здоровья и улыбайтесь, улыбайтесь каждый день. Субтитры подогнал «Симон»!